Так, мы идем в том порядке изложений, как изложены в Библии, да? Исход, 25 глава, мы продолжаем. Следующий предмет, исход, 25 глава, с 23 по 30 стих. Это стол хлебопредложений. Шульхан. Шульхан. Помните, стол как будет? Шульхан, да. Есть такая книга, Шульхан Арух, да? Шульхан Арух, накрытый стол. Так, значит, 25 глава, 23 стиха. И сделай стол из акации, два локтя длиною, локоть шириною, значит, сколько? Метр длиною, да, полметра. Шириною локоть, вот. Вот, раньше все мерили, да, локтями, вот это ладонь, да, есть еще ладонь, локоть. Ну, есть английская мера фут, да, это сколько? Шах. Да. И так далее. Значит, сделай стол из акации, два локтя длиной, локоть шириной, полтора локтя высотой. Покрой его чистым золотом, сделай вокруг него золотой венец, и сделай раму в один тефах, тефах это ладонь, вокруг него, и сделай золотой венец на ране со всей стороной. И сделай четыре золотых кольца, и приприви кольца, под рамой должны быть кольца, и в них будут вставлять шесты, на которых носят стол. То есть, видите, это ношение на шестах очень похоже на то, что бывают там жертвы, когда носили, да, и арон, как это по-русски, появляюсь кипом, и по-русски забываю, ковчег. Да, и все это ношится на шестах, и устройство очень похоже. Под рамой должны быть кольца, в них будут вставлять шесты, на которые носят стол. Шесты, на которые будут носить стол, сделай из акаций, и покрой их золотом. И сделай для него формы для хлеба, и чашечки, и стержни, и прокладки, которые кладут между хлебами, и с чистого золота сделай их. И возлагай на стол хлеб особой формы, лягем по ним, да, и пусть он находится передо мной постоянно. То есть, стол, это как бы сборная конструкция, сам стол, так, потом вот эта рама, или, как считают современные исследователи, это такая этажерка, и принадлежности стола. Вот обычная христианская традиция, рисуют стол, да, и на нем лежат вот такие маленькие лепешечки. Но когда мы изучаем Тору, и сколько шло на один хлеб, это около 10 килограммов муки шло. Поэтому хлебцы были немаленькие. Я хочу вам здесь показать, вот постараюсь, чтобы было видно. Вот, видите, какие были, какой был стол, и какие были хлебы. Весьма они маленькие, да? Итак, смотрите, стол. Дальше рама стола. Рама, да? Рама имела шириной в один локоть. Так, и на этой раме были прокладки, как написано. Это что прокладки? Это полочки. И, значит, рама, на раме находились прокладки, я не могу одно время малипулировать двумя руками, да? Вот, полочки тоже золотые. И ложился хлеб. Хлеб был особой формы, вот похожий на лаваш, да? Только намного больше, да, намного крупнее. И вот таким вот образом завернуты. Вот, видите? Так, видно там? Вот. И дальше вот там слева идет один с елеем несет кружку, да? Такой вот ковшик. Итак, значит, стол, рама, вот еще второй вариант изображения рама стола и различные предметы, относящиеся к столу. Видно? Значит, слово шульхан. Шульхан. Однокоренные слова. Шалах. Посылать. Посылать. И Бог посылает нам хлеб. Шалхах. Да, шалхан. Как бы шалах посылает нам хлеб жизни. Это хлеб жизни, леком. Ишуа, мессия, да? Ишуа был послан нам. Он отдал себя нам. И Ишуа – это хлеб. Я есть хлеб живой, он говорил. И этот хлеб был дан нам. И вы помните, что с Ишуа и хлебом связаны многие вещи. Например, Ишуа накормил один раз пять тысяч человек, да? Другой раз было накормлено сколько там тысяч человек? Это не считая женщин и детей, да? Не считая женщин и детей. То есть, в действительности, мы можем иметь хлеб, и можем иметь хлеб с избытком, и можем сами кормить и раздавать этот хлеб другим. И это обильно накрытый стол, да? Шурхан Арухат. Обильно накрытый стол. Помните эту пищу? Бог сам ел или не ел? Нет. Она оставалась в течение недели. И следующую субботу вынимали. И говорят, это было чудо, потому что хлеб оставался свежим. Хлеб оставался свежим. И через неделю священники должны были есть, мы будем говорить о жертвах, как святыню, да? И где? На святом месте. Нельзя было из этого хлеба куда-то выносить, или отдавать свиньям, там, или котам, или кому-то еще, да? Вот. Надо было все съесть. Надо было все съесть. И была рама по краю стола. Она имела тефах. Тефах – это буквально ладонь. Вот это определенная часть локтя. И сделать золотой венец на раме со всех сторон. Сделай раму. В каноническом переводе вокруг его сделай стенки в ладонь. Вот по этому смыслу, видите, если мы видим раму и этажерку, это немножко другая конструкция, чем просто стенка в ладонь шириной. Правда? Слово «сагар» – корень «мисс Герретт». Стенка или рама «мисс Герретт». «Мисс Герретт». Не «мисс Герретт», а «мисс Герретт». «Мисс Герретт». «Пас, вид, категория и корзина». И ножки стола. Делай для него четыре кольца золотых. Утверди кольца на четырех углах. И здесь употреблено для слова угол уже другое. Пэ-А. Пэ-А. Помните, там по-ам, да? По-ам-аним. Здесь Пэ. Пэ. И однокоренные слова. Хифа-Пэ. Разрушить, положить конец, разбрасывать. Пэ. Также рот, отверстие и конец. А ножка по-еврейски регель. 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 Я на хлебоприлавлении в нашей церкви наших пятидесятников удивляю. Потому что, знаете, пятидесятников ноги, да? Ну и они обычно очень так-то длинно начинают молиться. Ры-та-та-та-та-та-та-та-та. И благослови моего брата, и благослови то, и благослови все. А я говорю себе спокойно. Баруха-та. Они на меня смотрят, но молчат. Я все думаю, когда же они меня спросят, что это означает. Культурные люди не спрашивают, скромные щиты. Регель – это нога. Ступня, основа, подножие, а также фут мера длины. Время, период, фестиваль странствия. Помнишь, есть сколько праздников? Шалош-регалим. Шалош-три, да? Три ножками буквально переводится. То есть странствия, которые существуют пешком. А, кстати, знаете, что такое лох? Да, лох – это прохожие, да? От слова Галех. Оказывается, лох – еще это подразделение спартанской армии в древней спарте. Тоже пехотинцев, тяжеловооруженной пехоты, соответствовало нашему батальону. Поэтому лохи – это также пехотинцы. Пехота царицы полей. Итак, рейль – ступня, подножие, фут. И не только нога, но также следовать, идти. Таргиль – помните упражнение, да? Есть таргум. Есть такое, да? Что такое таргум? Перевод. Перевод, да? И слово следование. А как слово следование звучит по-латыни? Ре-ли-ги-о. Ре-ли-ги-о. Связь или следование? Ре-ли-ги-о. Полтора локтя высотой – это высота ножек и толщина столешницы. Значит, он был на высоте, хлеб – полтора локтя. И это символизирует то, что Ешуа вознесся на небо. Ешуа не лежал на полу, правда? Хлеб отделен был оградой со всех сторон. И ограда эта, венец была какая? Золотая. Золотой венец, такой же венец, как и у ковчега. Такой же венец, как и у ковчега. И также были кольца и шесты. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты. Значит, как же будет в данном случае стенка? Ле-умат. Ле-умат. Да, ле-умат. Стенка. Ле-умат. 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 Ле-умат – стенка. А что слово ле-ум означает? Ле-ум – нация, да? Организация объединенных наций. Почему нация имеет корень ле-ум? Видите, ам – это что? Народ. Ле-ум – к народам, да? И видите, ум в данном случае та же самая пишется, как им. С. То есть, соединение объединенных наций. Им. С. Им означает вместе, возле, рядом. Ам означает еврейский народ, да? Когда мы употребляем слово ле-ум, это имеется в виду нация, включающая или еврейские, или другие слова. Однокоренные вот такие слова. То есть, должны быть кольца и при стенках. При стенках эти кольца. То есть, народы должны быть посвящены Богу, да? Символизм. Народы должны быть посвящены Богу. Так, и дальше. Ле-на-се. Ле-на-се. Чтобы носить. Слово русское «носить» и еврейское, они одинаково. На-се. На-се. На-се означает что? Носить, да? И Бог, когда прощает грехи наши, да? Он Бог прощает. Буквально Он несет грехи наши, употреблено слово. Употреблено слово. Кстати, женатый человек, как называется? Носить. Носить. Потому что он все к себе несет, да? Вот когда человек холостой, мужчина идет, сразу видно, он себе идет. Руки в карманы, посвистывают. А если он уже тащит сумки, значит, можно подумать, что это уже женатый. И несет все что-то к себе домой, да? Носить. А также «носи» – это хозяин. Хозяин – принц. Хозяин – да, носи. Носи. Был такой «ягуда, а носи». Помните? Принц, князь или хозяин. Принц, князь или хозяин. Хорошо. Значит, для того, чтобы носить. И носить, носили они на плечах. И, значит, Ешуа, да? Понес леумим Да, все народы на своих плечах. Да, символ. Ешуа понес все народы на своих плечах. Но также были различные формы для хлеба, чашечки, стержни, прокладки из чистого золота. Блюда и так далее. Кодильницы. Вот слово «блюдо» на еврейте «кеара». «Кеара». Я вам уже не надоел. Писать еврейские слова. «Кеара». Уже привыкли. Да, а «кеара» – это умывальница, тазик. А «кеара» – блюдо, да? «Кеара» – это умывальница или тазик. «Кеара» – это блюдо. И от слова «кеар» – делать вогнутым, быть вогнутым. Также была кадильница. Интересно, что кадильница называется «каф». «Каф» – это типа чашка, кадильница, тарелка, ложка и ладонь. Когда у людей ложек не было, они как-то ладони ели. «Каф» – это ложка, а «капит» – ложечка, маленькая. «Капит». «Капит» – маленькая ложечка. «Каф» – это ладонь, ложка, блюдце. Вот такая вогнутая поверхность. Еще слово «кафа» означает приложить силу. Приложить силу. Приложить силу. Следующая чаша – «касва». «Касва». Помните, «кос» – это что? «Кос» – ешуати, да? «Кос» – это чаша, да? То, что без ручки, да? А «рюмка» будет маленький «кос». Здесь «кав» – «капит». «Кос» – «косит». Отсюда русское слово «окосел». Так, «кас» – я у меня это. Значит, здесь употреблено слово «касва». «Касва». «Касва» – корень. «Кос». 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 «Косва». Значит, «касва». Значит, еще «каш» означает «солома и капля». «Каш» – только «с», «ше». А «каше» – что означает «каше»? Однокоренное слово. «Каше». Тяжело, да? «Ба каша» – просьба. Как бы поставить человека затруднительнее, чем затруднение. А «бэ ва каша» – пожалуйста, «бэ в» в просьбе получается. «Бэ ва каша». «Каше» – тяжело. Видите, «кос» – чаша моего спасения. И еще однокоренные слова. «Каш салонова» – капля. И «каше» – тяжело, трудно. И действительно, чаша спасения была для Ишоа тяжелой. Чашу, которую вы будете пить, помните? Я буду пить, можете ли вы пить? Чашу, которую я буду пить, сказал Ишоа. Все говорят, да, можем. Знаете, они так очень любили. Все мы можем. Оказывается, это тоже проблема. Да, чашу, которую спил Ишоа Мессия, да, вот, нам трудно такое вот бывает и спить. Но Ишоа, слава Богу, он уже спил для нас, и у нас есть чаша спасения, да. Видите, есть чаша гнева, да, вот, есть чаша спасения, вот, есть разные чаши. Есть следующие – кружки. Ну, в современной вибрии «сэфиль», а здесь «менакия». «Менакия». «Мена-ки-а», да. «Менакия». «Менакир». Помните «менакир»? Кто такой «менакир»? Так. «Менакир». Это Миронов артист Миронов. А? «Менакир», да, его фамилия. Да? «Менакир». И происходит, видите, слово «наке». «Наке» – это чистый, чистый, без пятен, да. Когда говорят об атрибутах Бога, помните, у «наке», «олонаке». «Он очищающий» или «не очищающий». «Наке». Следующее – «Лехем гапаим». «Лехем гапаим». «Да». «Лехем гапаним». «Паним». 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 Вот слово «паним», видите, хлеб предложения, буквально «хлеб лиц». «Хлеб лиц». Какое слово «лехем», видите, на что похоже? «Лехаем» – к жизни, да. То есть, слово «лехем» имеет тот же корень «лехаем» – к жизни. «Лехем» – это то, что дает нам жизнь. Но еще это слово означает борьба, война. Помните? «Милхама». «Милхама» – «ме лехем», так? «Нилхам», я, они «Нилхам», я воюю, да. А это страдательный залог, буквально воевать – это быть в войне. Вот на еврейте война – это не активно, я воюю. А меня заставляет воевать. Я нахожусь, да. Видите? И за хлеб. И есть очень хороший медраж, вы знаете, в картине Василия Ивановича Чапаев. Да? Как там спрашивает Петька. Говорит, Василий Иванович, а за что же, говорит, люди на смерть идут? За жизнь, Петька, за жизнь. Каждому хорошей жизни хочется. Это чисто еврейский медраж. Да? Помните? Вообще, про Василия Ивановича и Петьку там, этот, Петька спрашивает, а Василий Иванович, говорит, а ты можешь православным батюшкой быть? Могу, Петька, могу. А ты можешь быть баптистским пастором? Могу, Петька, малость подучиться надо. Учим, я, блин, смогу. Ну, а пятидесятником сможешь, Василий Иванович, пастором стать? Нет, Петька, языками не владеет. Так, итак, лехом, хлеб, это то, что дается нам жизнь, да, дает нам жизнь. Лохам, еще означает лохам, кушать. Хам, тепло, жарко, потому что, когда хлеб, его что делать? Пекут. А по ним лица, слово пана, единственное число обычно не употребляется, да, употребляется всегда лица. И вы знаете, что у человека есть множество лиц, у каждого из нас есть множество лиц. Это слово паним употребляется во множественном числе. Это лицо, передняя часть, передняя поверхность, а также слово пана означает поворачиваться. И лехем га паним происходит, тут однокоренные слова, эль пан, по-испански, эль пан, хлеб, а по-молдавски, пыне, от того же корня, легем га паним. По-испански, эль пан, а по-молдавски, пыне, то же самое означает хлеб. И даже польское и украинское обращение пан, это выдающаяся личность, да, это личность, пан, вот. И поэтому перед лицом моим там паним эль паним. Паним эль паним. Лифней, однокоренное слово, перед, перед чем-то. И хлеб преподносился перед лицом Бога. Есть такие трактования. Хлеб преподносился от лица общины. Некоторые говорят, что этот хлеб даже имел нечто вроде похожее на лицо, да. Но это такой другой медраж. И хлеб личного общения с Богом. Это больше всего нравится. Да, как хлеб, да, который личного общения с Богом. Почему? Это была трапеза. Как мы говорим, хлебопреломление, да. Евреи не употребляют слово хлебопреломление. Почему не надо употреблять слово хлебопреломление в еврейско-мессианской общине? Кто знает? Нет, это связано с тем, с еврейским. Если мы переведем по-еврейски, то преломить, ломать, разрывать, треф. Вот от чего произошло слово треф. Оно встречается в Торе. Когда говорится, что это нельзя есть, это треф. Треф то, что разорвано хищником. Помните, есть такое? Разорвано хищником, нельзя есть. Поэтому, если мы хлеб рвем, он становится трефным. Кстати, вот по этой причине евреи халу не разламывают руками, а сначала надрезают ножом. Это вот интересная такая традиция. С одной стороны хлеб нельзя резать, с другой стороны хлеб нельзя ломать. Да? Поэтому евреи слегка надрезают, а потом разламывают. Ну, это такая традиция. Поэтому лучше сказать Арухат Ашем, или Арухат Адонай, да? Трапеза Ча Господня. Это слово употреблено в Торе, и это вполне по-еврейски. Я еще раз говорю, понимаете, в какой еврейской культуре мы находимся? Если мы не доходимся в такой еврейской культуре, что им, в общем-то, все равно, то это одно дело. Но если мы начнем делать что-то такое, которое будет являться профанацией еврейской традиции, мы должны более к этому серьезно отраслиться. Правда? Мы должны сами размышлять. Хорошо. И хлеб должен был находиться постоянно. Тамид. Тамид всегда без остановки. Там еще означает чистый, беспорочный. Да? Тамид. Тамид. Как называется вечный огонь? Нертамид. Чего это изобретение? Псинагоги, да? Вы знаете, вот часто в старые дома верующих вы приходили, вот я еще прабабушки помню, была лампадка. Лампадка, да, загоралась? Это она горела постоянно, вечно. Нертамид. Там все время подливалось масло. И это тоже про вопрос того, что делают сусинагоги. Сусинагоги тоже должно быть нертамид. Это или электрическая лампочка, либо тоже лампада такая. Нертамид. Вечный огонь. Там постоянный, да? Вот. Хорошо. Значит, ваше политическое кредо всегда. Тамид, да? Левиад Гамашиех, Тиге Мухан. И что надо отвечать? Мухан, Тавид. Пишите. Левиад Гамашиех, Тиге Мухан. Приходу Мессии, будь готов. Тиге Мухан. Отзыв Мухан, Тамид. Всегда готов. Мухан означает готов. Итак, он должен был находиться перед Богом постоянно. И это была великая святыня. Только убирали хлеб и ставили новый, да? Постоянный. Следующий. Ме-но-ра. Ме-но-ра. Светильник. Ме-но-ра. Нер – это что? Свеча. Свеча. А, ме-но-ра или ме-но-ра, если по-оческей-но-ра, это светильник. Светильник сколько имел? Семь. Семь. Мы видели светильник и часто его изображают вот таким образом. Такой светильник изображен на арке Тита. Триумфальная арка Тита. Тит разрушил Иерусалим и захватил некоторые предметы. И там есть изображение. Там римляне тащат здоровый такой в ми-но-ру где-то выше человеческого роста. И вот с такими. Но вообще делают реконструкции и считают, что ми-но-ра была не такая. А вот эти ветви были прямыми. Возможно, уже в храме Ирода уже такая была ми-но-ра. А то это, эти ветки что? Да, прямые. Прямые. Интересно, что есть вот такое растение в Израиле, которое очень напоминает ми-но-ру. И говорят, что даже скопировано. Там тоже шишки такие есть, почки похожие. Вот реконструкция ми-но-ры. Видно? Хорошо. Итак, 25-й лава с 31 по 40-й стих. Сделаем ми-но-ру из чистого золота, и пусть она будет выкована из цельного слитка. Помните, так же, как к руям нельзя было припаивать. Это было все, хотя довольно сложная конструкция. Она была как сделана? Из цельного слитка. То есть, она была отлита, а затем обработана рысом. То есть, она будет выкована из цельного слитка, и основание ми-но-ры, ствол ее, и украшение в виде чашечек, шаров и цветков, должны быть выкованы из того же слитка. То есть, она была абсолютно цельная, и нельзя было отделить, сделать какие-то сборные, да? Вот отдельно поставить чашечки, надеть, отдельно прикрепить веточки. Ну, сейчас делают разные ми-но-ры, но оригинальная ми-но-ра должна быть только такая. Из ствола по обеим сторонам ее пусть выходит 6 ветвей. Три должны выходить с одной стороны, да? Три ветви ми-но-ры с другой стороны ствола. Три черненые чашечки, шар и цветок должны быть на одной ветве. И три черненые чашечки, шар и цветок. Видно? Вылечьте. Три чашечки. Вот чашечка каждая смотрелась вниз, да? Дальше шар. И возле шара располагался что? В виде цветка, да? В виде цветка. Там, где ставился, где ставился светильник сам. Три черненые чашечки, шар и цветок с каждой стороны, так? На самом стволе ми-но-ры должны быть четыре черненые чашечки. На стволе здесь, видите, по три. Здесь раз, два, три и четыре, да? Четыре черненых чашечки. Четыре черненых чашечки и цветок. И цветок. На цветок, на цветка как раз располагался уже вот само, где доливался светильник, да? На стволе в основании первой пары ветвей, выходящей из него шар, и на основании второй пары ветвей, выходящей из него шар, и на основании третьей пары ветвей, выходящей из него шар. Все шары, все ветры должны быть выкованы из самой миноры. Вся она должна была выкована из цельного склитка чистого золота. Представьте себе, собрать эти все конструкции было бы несложно, да? Сделать каждое отдельно и собрать. Но попробуйте это сделать из одного куска, удалив все лишнее. Сделай на миноре 7 светильников, сделай их так, чтобы свет от фитилей зажженных светильников был направлен к стволу миноры. То есть свет от светильников не был направлен вот так, в разные стороны. А куда был свет направлен? к стволу, да? Свет был направлен, был сфокусирован в одну яркую точку, да? Вот такой маленький лазер. И свет от светильников должен быть сфокусирован. Чашка являлась отражателем. Ну вот фонарик, у каждого фонарик был, да? Вот эта чашка, цветок, она являлась отражателем. И свет от фитиля, он был отражен. Значит, центральная чашка, куда отражателем смотрел? Вверх, да? Боковые чашки, отражателем смотрел так, чтобы лучи фокусировались у центра. Дальше, значит, что свет был направлен к стволу миноры и сделай для нее щипцы и совки из чистого золота. Из кикара чистого золота должна быть сделана вся минора со всеми ее деталями. Значит, кикар – это определенная мера веса. Итак, смотрите. Самое главное, что мы видим, что должна быть цельность. Да, вот, кстати, есть разные реконструкции. По мнению Раши, основание было треугольной формы. По мнению Рамбама, округлое основание. Не пришли евреи в этом отношении к одинаковому мнению. Почему? Потому что есть описание, да, но нету чертежей. И ранних рисунков не сохранились. И ранних рисунков не сохранились. Это очень важно, что значит свет, да, мы свет мира. И еще сам свет, Мессия. Число семь. Это какое число? Полноты, совершенства, да? Число семь. Полноты, совершенства. Единый ствол, общий для всех ветвей. И мы принадлежим Ешио. И наш взгляд должен быть, что сфокусирован, да? Сфокусирован, сосредоточен. Это какое слово? Помните, сосредоточение? Кавана. Кавана. Должен быть сосредоточен. Основание могло быть треугольной или круглой формы. Мы не знаем. Основание, значит, Ереха. Ереха, слово Ерах. Бедро, сторона, нога. А также мягкий, нежный, ласковый. Рах. Рах. И от этого, видите, стебель. Есть. И помните, Ешуа есть стебель. А мы кто? Ветви. Поэтому шесть ветвей. Шесть – это число какое? Человеческое. Ешуа. Центр всего. Основание всего. Стебель. Стержень. Да? И шесть ветвей. Шесть – это человеческое. Шесть ветвей. И употребляется слово «кана». Кана. 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 Кана – стебель или ветвь. А также слово «кана» означает покупать, платить, получать. Помните, Каин был приобретенный? Каин приобретенный. Покупать. Да. И «кана» означает стебель. Вы знаете, что была линейка мерная, которая все измерялась, как она называлась по-гречески? Канон, да? Канон. А почему? А почему по-английски слово «канон» означает пушка? Канон. Канон. А вы знаете, что первые пушки делали деревянные? Были деревянные пушки. На нам делали несколько выстрелов. Вот, если вы видели фильм «1612 год», там, когда поляки осадили, да, они делали такие одноразовые пушки русские. Вот. То есть, вот такая была. И были еще пушки, которые были сделаны, были как вот из бочарных кругов, и сверху просмолены тканью. Сверху просмолены тканью покрывалась вот такая вот конструкция. Сержи, да. И такая пушка называлась «Тюфяк». 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 Это моя хобби армия русской средневековой. Поэтому это мне интересно было. Хорошо. А чашечки были «гавиа». «Гавиа». Слово «чашечки» в данном случае употреблено в словах «гавиа». Знаете, «гиви» такое имя, да? «Гавиа». 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 «А» – большая, «а» – большая чашка, большой «гаваон». Да, помните, один день потерялся в истории возле «гаваона», когда евреи воевали. «Гавиа». «Гавиа» еще означает «гивиа», «холм», «высота». То есть «гаваон» – это высота, высокая, большая высота, на безымянной высоте. А также «гиба» – надевать шапку. И слово «горбатица», слово «горб», тоже того же корня. «Гиба», «гиба». «Горб» – горбатица. И «гав» означает «спина». «ГВ» – «гав». Означает «спина». – det曹, кто его умеет.» О coins่акать. «Гитири же в другом Port Mini. О clipping нас» «Греба» окат. «Ой, hack аналивая!» «О процесс Saё an» Продолжение следует...